Приветствую вас снова на нашем канале. Наш ликбез на тема аппаратных методик. Сегодня я продолжу кратким обзором такой методики, как электромиостимуляция. Подразумевается, естественно, воздействие на мышцы, на скелетную мускулатуру, с целью улучшения метаболизма клеток, микроциркуляции, улучшения лимфотока, ускорения тока лимфы, соответственно, дренажного эффекта. Есть некоторые нюансы применения этой методики. Возможно, я сейчас выскажу свое личное мнение, и оно, естественно, не является истиной в последней инстанции, но я все-таки считаю, что электромиостимуляция, она более оправдана для применения в методиках коррекции фигуры, то есть для воздействия на тело, но является не самой лучшей, скажем так, методикой аппаратной для воздействия на мимические мышцы в области лица, ну и, соответственно, шеи. Почему? Потому что воздействие в миллиамперном диапазоне предполагает током электрическим, предполагает сокращение мышц. И, конечно, используя разную форму тока, можно мышцу расслабить, можно ее эффективно сократить, но в основном мышцы реагируют сокращением, конечно же, на эти манипуляции. И, соответственно, они при этом, ну, выполняют нагрузку определенную, то есть практически как в спортзале мы их качаем. И если для мышц, особенно которые мы не задействуем в привычной жизни, да, это полезно на теле, да, то на лице, на самом деле, у нас большинство мышц и так находятся в гипертонусе, поэтому очень мало у нас мышц на лице, которые мы должны тонизировать. В основном мышцы лица, да, мимические, чтобы у нас не было морщин, мы должны расслаблять. Кроме того, соответственно, мышцы, когда сокращаются активно, они увеличиваются в объеме, накачиваются, поэтому, естественно, если не делать потом, грубо говоря, всю оставшуюся жизнь поддерживающие процедуры, эти мышцы, так как они тяжелее в объеме, да, станут тяжелее по весу, да, в объеме больше становятся, они, естественно, дадут более выраженный птоз, то есть рано или поздно обвиснут, да, находясь в привычном для них, например, гипотонусе. Поэтому не вижу особого смысла регулярно курсами, особенно длительными, использовать миостимуляцию на лице, хотя как экспресс-процедура на выход вполне себе имеет право на жизнь. И замечательно совершенно использовать эту процедуру в программах коррекции фигуры в сочетании с другими аппаратными и неаппаратными, или массажными методиками. Вот тогда будет хороший эффект в лечении целебита, например, и так далее. Проиллюстрировать, почему, например, на лице я не очень считаю нужным использовать миостимуляцию, я хочу, просто показав вам, где находятся мышцы некоторые, да, мимические, из-за которых в основном возникают у нас морщинки, да, возникают, то есть проявления старения у нас, как бы. Нарисуем тетеньку. Вот. Молодую, красивую, да. Соответственно, какие мышцы мы должны стимулировать, да, где мы можем, собственно, воздействовать на микротоковую терапию? Это скуловые мышцы, которые создают, находясь в гипотонусе, носогубную складку. Иногда, иногда, не всегда можно стимулировать мышцу жевательную и щечную. Вот. Но иногда жевательная мышца у людей находится сама тоже в достаточном гипертонусе, возникает такой, как бы, тризм, так называемый, и её, наоборот, приходится расслаблять. Иногда даже используется ботулино-токсин для этой цели. Вот. Однозначно, стимулировать имеет смысл мышцы леватора, да, которые, там, поднимающую голову рта, поднимающую голову рта крыла носа, мышца смеха, мускулес резориус. Вот их можно, в принципе, безопасно стимулировать, чтобы, как бы, вот такой эффект лифтинга получить. Остальные же мышцы, лобную, сморщивающую бровь, мышцу гордецов, который даёт, вот, где поперечные морщинки, сморщивающую бровь даёт протекальные морщинки, там, лобная мышца даёт поперечные морщинки на лбу, мышцы опускающие, мышцы депрессора, да, опускающие угол рта, подбородочные мышцы, круговая мышца глаза, круговая мышца рта – это платизма, да, подкожная мышца шеи, при гипертонусе которой те самые всем известные кольца венеры на шее возникают. Эти все мышцы требуют регулярного расслабления, а не стимуляции. Поэтому для того, чтобы физиологично, мягко воздействовать на мимическую мускулатуру, всё-таки лучше использовать микротоковую терапию, а не миллиамперный диапазон, который используется при электромиостимуляции и вызывает, конечно, такую выраженную реакцию со стороны миофибрил. А уже электромиостимуляцию лучше использовать по телу, да, то есть стимулировать те мышцы, которые находятся в гипотонусе или не часто используются нами при отсутствии регулярных физических хороших таких нагрузок. И, соответственно, когда у нас в мышце улучшается микроциркуляция, улучшается лимфоток у нас вокруг, да, и таким образом улучшается микроциркуляция в вышележащих слоях, а именно в подкожно-жировой клетчатке в гиподерме, у нас стимулируется процесс липолиза. И поэтому миостимуляция, она является очень хорошей методикой в комплексных программах по коррекции фигуры. Это то, что я хотела вам сказать про электромиостимуляцию. Подчеркиваю, это мое личное мнение. Не всегда оно может быть, совпадать, скажем так, с мнением других специалистов. Собственно, если какие-то у вас возникнут вопросы, или что-то вы захотите конкретное спросить, то вы можете писать комментарии под видео, можете в наших соцсетях задавать нам свои вопросы. Мы будем очень рады вашей реакции, будем рады, если вы будете активно участвовать в нашей такой просветительской деятельности. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго!